всем привет с вами вова ломов и теплица социальных технологий буквально вчера я сделал скринкаст о том как обойти алгоритм facebook на десктопе люди лайкают благодарят и просят скринкаст о том как обойти алгоритм еще и на мобильных устройствах ну что ж так сказать по заявкам тем более что на мобильных facebook листают наверное чаще чем на десктопах да и приложение для обхода алгоритма очень милая называется friendly for facebook то есть делает facebook предельно френдли у меня android но в appstore приложение тоже есть как работает на айфоне не знаю не имею такого гаджета но вроде никто не жаловался и так вот такая у нас появляется милая мордашка заходим авторизуемся используя свой логин пароль на facebook еще раз напоминаю что facebook google и прочих жизненно важных приложениях нужно подключать двухфакторную аутентификацию собственно friendly выглядит как стандартное facebook приложение но весит при этом меньше чем стандартная версия правда больше чем light внизу панель быстрого доступа к уведомлениям главной странице и чату достаточно стандартная панель нестандартным здесь является вот этот треугольник который открывает во-первых кнопку перехода к началу ленты меню смены пользователя тут реализован многопользовательский режим и переход к десктопной версии сайта не знаю правда зачем это нужно и наконец фильтры l тут кстати забавно что некоторые слова не влезают и узнать что было написано невозможно фильтры l это можно догадаться что фильтры ленты а вот что значит скрыть пользователя като мы уже никогда не узнаем на главную страницу наверх вынесены всякие мелкие фишки типа поменять цветовую схему или использовать крупный текст но это лучше сразу закрыть потом можно вызвать это из настроек и так собственно в фильтре ленты как и в десктопном плагине который я рассматривал в предыдущем скринкасте нас интересует только одна галочка а именно лента новостей что нового если ее отключить то мы открываем стандартную ленту новостей facebook где по кругу крутится 20 постов на протяжении недели то есть то с чем мы и намерены бороться об этом нас информирует надпись наверху популярные новости а вот если ее включить то мы получаем то ради чего устанавливаем friendly for facebook а именно выдачу новейших собственно что и требовалось дальше можно пойти в настройки тут есть несколько полезных дополнений вот настройки уведомлений достаточно разнообразные здесь можно перенести панель быстрого доступа наверх это более привычно для тех кто пользуется facebook приложением дальше давайте все таки вернем стандартную цветовую схему уж больно режет глаз дальше можно отключить hd-видео в целях экономии трафика включить истории по умолчанию они здесь выключены и правильно я не понимаю зачем они нужны и ну и наверное все еще пару слов о фильтре ленты здесь кстати рабочая панель пользователя управляемые страницы и венты и так далее и так фильтры ленты кроме показа новейших здесь можно установить фильтр по ключевым словам добавляете ключевое слово я видел это словосочетание в верхнем посте и мы видим что friendly скрыл этот пост его кстати можно развернуть тут еще есть функция показать по ключевому слову но я не нашел ей применение ну и соответственно ключевые слова можно удалить правда не так то просто попасть на этот крестик еще по каждому посту кроме стандартного меню типа скрыть заблокировать и прочее есть еще одно меню на мой взгляд очень удобная а именно вот это облачко которое препарирует пост раскладывает его на составляющие но здесь только текст и ссылка которые вы можете сохранить или расшарить а вот если пост содержит видео сейчас наверное проще на теплицу зайти там точно есть видео так вот если пост содержит еще и видео то можно скачать отдельное видео отдельно текст отдельно ссылку если она есть но в общем по моему это очень удобно и последнее такой прямо скажем бонус это то что через friendly можно заходить не только в фейсбук но и кучу куда еще instagram twitter youtube и так далее если говорить про youtube то он здесь не содержит каких-то дополнительных функций но иметь одно приложение вместо 10 на мой взгляд удобнее да и экономит память смартфона так что мне кажется что тема обхода алгоритмов фейсбук раскрыта но это правда до тех пор пока он не введет живодерский алгоритм еще и на новейшее но тогда придумаем что-нибудь еще все любите друг друга побеждайте технологиями технологии которые стремятся победить вас я правда это уже говорил подписывайтесь на наш канал оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий